В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Публичное слушание по отчету об исполнении бюджета Ленинского района в 2019 году прошли в историко-культурном центре. Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов бюджета в 2019 году составил налог на доходы физических лидов. Жители деревни Горки не могут попасть на берег Большого пруда из-за стройки, которую затеял местный предприниматель. Я же говорю, он уберется. Я вам еще раз говорю, он перенесется вот сюда. Оставить-то его зачем тогда? В историко-культурном центре состоялись публичное слушание по отчету об исполнении бюджета Ленинского района в 2019 году. Начальник финансового управления Лариса Калмогорова рассказала о расходах и доходах муниципалитета до его перехода в городской округ. Как распределялись финансовые средства узнала и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлий Пагасьян. Более 8 миллиардов рублей наш муниципалитет заработал в прошлом году. По сравнению с 2018 годом доход значительно вырос. В связи с этим увеличились и расходы. Профицит порядка 270 миллионов. Основная статья доходов, как и прежде, это налоговые поступления. Налоговые доходы бюджета были сформированы пятью видами доходных источников. Это налог на доходы физических лиц, доходы от уплаты акцизов, налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый налог на обмененный доход для отдельных видов деятельности, доходы от применения патентной системы налогообложения и государственная пошлина. Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов бюджета в 2019 году составил налог на доходы физических лиц, это 64,1%. Сотдокладчики начальника финансового управления подробнее рассказали о муниципальных программах, на которые в прошлом году были потрачены бюджетные средства. Так, на систему образования в 2019 году было выделено почти 4 миллиарда рублей. Сеть образовательных организаций стремительно развивается. В этом году занимались сотрудники контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа, подготовили заключение и направили в Совет депутатов муниципалитета. Данным годовой бюджетной отчетности Ленинского муниципального района за 2019 год расхождений выявлено не было. Отчеты об исполнении бюджета за 2019 год представлены администрацией Ленинского городского округа с соблюдением требований по объему. Оценка достоверности бюджетной отчетности во всех существенных отношениях производилась на выборочной основе и свидетельствует о том, что бюджетная отчетность представлена к проверке в соответствии с требованиями действующего бюджетного законодательства. В топ муниципальных программ по количеству потраченных в прошлом году средств вошли формирование современной комфортной городской среды, муниципальное управление, развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса. Юлия Погосян, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Леонид Щукин. Вид.Н.ТВ. Жители деревни Горки бьют тревогу. На берегу Большого пруда местный предприниматель возводит лодочную станцию и в процессе строительства перегораживает забором пешеходную дорожку. Если все будет огорожено, говорят жители, они не смогут гулять вокруг водоема. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Жители деревни Горки обратились за помощью к депутатскому корпусу и администрации округа. Местный предприниматель и владелец территории, на которой находится гостиница, взял в аренду у подольского лесничества прилегающий участок земли с выходом к пруду. На этом месте сейчас идет строительство базы отдыха и лодочной станции. Он заключил договор аренды с лесничеством. Данный земельный участок, на котором мы ставим, находится в аренде на 49 лет. Документа мы пока не видели. Надо будет, соответственно, экология, отдел экологии сделает запрос в подольское лесничество, чтобы понять законность расположения данного этого участка и выделения земельного участка в аренду. Основным объектом возмущения стал возводимый забор, отсекающий пешеходную дорожку вокруг водоема, по которой все привыкли ходить. Забор появляется, он ночью появляется, когда никто не видит. То есть днем приходишь, может стоять одна секция. На следующее утро приходишь, тут уже стоит еще дополнительно 3-4 секции. Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко вместе с представителями отдела экологии приехал на место, чтобы разобраться в ситуации. Было решено создать рабочую группу, в которую войдут активные жители. В ближайшее время будет организована встреча с собственником участка, так как на контакт со своими соседями по деревне он не идет. Мы удостоверим факт вообще нахождения, здесь ли границы эти находятся, этих участков, которые собственник взял в аренду. И проверку проведем на предмет вообще соответствующему законодательству того, что он здесь уже сделал. Плюс, естественно, мы его пригласим сюда, и он должен будет рассказать жителям, что он будет здесь делать, и как мы будем иметь доступ к воде. По словам рабочих, установленный забор временный. Якобы после того, как здесь будет проведено благоустройство территории, его уберут. Но никакими документами пока это не подтверждено. Я же говорю, он уберется. Я вам еще раз говорю, он перенесется вот сюда. Оставить-то его зачем тогда? Если его туда уже поставили, причем вполне капитально. Забили, осталось только бетоном залить. Ситуация находится на контроле у администрации округа. Дмитрий Книга, Константин Брылов, Евгений Садовский, Видное ТВ. Благоустройство дорожного полотна – одна из главных тем летнего сезона. В настоящее время в Ленинском городском округе ведутся ремонтные работы 18 дорог. 14 из них с привлечением софинансирования из областного бюджета. Проверить ход ремонтных работ в городе Видное приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Улица Героя России Валерия Тенькова – одна из самых протяженных в Расторгуевской части города Видное. Ремонтные работы здесь не производились порядка пяти лет. В рамках программы губернатора Московской области «Дороги Подмосковья» четыре недели назад началось благоустройство этой территории. С бюджета области было выделено 95%. Остальные 5% внес в бюджет округа. На сегодняшний день работы на улице Тенькова выполнены в полном объеме. Уложен финишный слой асфальтобетонного покрытия, нанесена дорожная разметка, установлены в ордюры. На улице Тенькова конкретно работало две бригады. Техники порядка 8 единиц. И людей где-то около 18-20 человек. Проконтролировать качество работ по укладке дорожного покрытия приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Средства, которые потрачены на дороги, они в основном из областного бюджета. Поэтому мы хотим, чтобы ни одна копейка этих средств, ни одна копейка государственных бюджетных средств не ушла в какое-то другое место, на другие работы. И поэтому, конечно, мы постоянно смотрим, мониторим, контролируем. Большинство дорог в Расторгуевской части уже отремонтированы. Остались лишь небольшие участки, которые будут доделаны до 1 августа. Активно ведутся работы и на улице фруктовые сады. При помощи спецтехники коммунальщики выравнивают основание щебеночно-песчаной смесью перед укладкой асфальта. В настоящее время проводится капитальный ремонт автодорог на 11 улицах города Видное. Всего в Ленинском городском округе будет отремонтировано более 50 километров дорожного полотна по программе софинансирования Московской области. И 25 из которых делается полностью за счет средств у муниципалитета. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Евгений Садовский, Видное ТВ. В нашей рубрике «Время назад» мы показываем самые интересные сюжеты, вышедшие на Видное ТВ за 25 лет существования телеканала. Сегодня вашему вниманию представляем репортаж 2009 года из детского сада номер 39 «Ромашка». В нашем районе отделом ГИБДД постоянно ведется активная работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Ежегодно в районе проводятся мероприятия «Внимание дети». Для того, чтобы вырастить из малышей законопослушных водителей и дисциплинированных пешеходов, необходимо начинать с детского сада усвоение правил поведения на дороге. Именно поэтому в дошкольных учреждениях уделяется большое внимание профилактической работе в этом направлении. В Центре развития ребенка «Ромашка» накоплен большой опыт обучения дошкольников правилам дорожного движения. У нас проводится работа не только с детьми, но и с родителями. Для родителей оформляются уголки по правилам дорожного движения. И каждый родитель должен знать, что если он сам соблюдает правила дорожного движения, то его ребенок всегда будет соблюдать эти правила, никогда не нарушит. Правила дорожного движения – закон один для всех его участников, независимо от возраста. Знать и соблюдать эту дорожную азбуку должны взрослые и малыши. Помогают ребятишкам в изучении правил поведения на улице воспитатели детских садов вместе с инспекторами ГИБДД. В игровой форме дети познают, как должны вести себя на дороге, соблюдая правила дорожного движения. Может быть, своим примером и своими знаниями малыши покажут нам, взрослым, что от поведения на улице зависит жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. На дороге играть нельзя. Ходить только по тротуарам. По правой стороне тротуара. Когда желтый свет, надо подождать. И когда зеленый, можно уже идти. В отделе пропаганды ГИБДД УВД знают, что заложенные с юных лет элементарные правила поведения на дороге в будущем смогут уберечь детей от безрассудного поведения на улице. Каждый взрослый человек должен своим примером показывать нашим деткам, как вести себя на улице, как соблюдать правила дорожного движения. Взрослый человек не имеет права перейти улицу на запрещающий сигнал. Татьяна Акимова, Александр Житков, Алексей Ильин, Евгений Садовский. Видное ТВ. И в заключении выпуска расскажем о прогнозах синоптиков. Они предсказывают, что 22 июля на протяжении всего дня будет пасмурно, временами дождь. Температура плюс 21 градус. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.